Всем привет, с вами Нильфгорн, это игра Planet Explorers. Продолжаю проходить кампанию и только вот я сегодня наверное не буду делать квесты в самом начале, а делать буду я интересную штушку я буду делать. Первый автомобиль, да да да, наконец-то я на него потихонечку собираю ресурсы. Хотел также еще сделать автомат или что-то более такое, ну существенное оружие какое-нибудь пытался найти, но везде в рецептах требуется алюминий и поэтому я решил пока что его не делать. Либо дождаться какого-нибудь НПС, который будет мне продавать именно алюминий и тогда я смогу сделать себе автомат или что-то в этом роде. В данный момент мне нужен песок, а песок мне нужен для того, чтобы сделать стекло, а стекло мне нужно для того, чтобы сделать как бы пульт управления моим автомобилем. Пока что он будет, так сказать, самый начальник, то есть с деревянными колесами и тому подобное, но все же это уже будет автомобиль, то есть это будет уже конкретно транспорт и по-моему это очень круто. Сразу давайте максимально сделать петролиум, то есть обработанное уже как бы топливо. Для этого мы сделаем, ну его можно делать сразу максимально, потому что больше само топливо, ойл как бы, ну не в сыром виде, в том виде, который вы ее находите, оно больше ни на что и не идет, поэтому как бы не нужно здесь пугаться. Автомобиль я буду делать вот такой вот, вот такой вот, очень симпатично сделан, это не я делал, сразу говорю, это скачанное, так сказать, даже два двигателя, по-моему, а нет, двигатель один, он сзади, а впереди только батарейка. Так, значит мне нужно вот это сидение, двигатель, одна лампа и как бы топливный бак. Так, лампы, давайте одну сделаем лампу, раз, потом сделаем одно сидение, а потом еще вот один двигатель, для этого нужны микросхемы, все у меня для этого есть. В принципе здесь все легко, я даже объяснять ничего не буду, здесь просто вот, ну как бы, пока нужна микросхема, для этого нужны вот эти четыре вещи, если у вас их нет, вы жмете на эту вещь, и здесь показано, из чего она крафтится, ну и там уже понятно, есть ли у вас вещи, из чего это крафтится, и можно ли это так. Вот, к сожалению, здесь вот, ну, мне так кажется, было бы круче, если бы вот, каждое вот такое создание какого-нибудь прибора, ну для этого нужно было бы сделать еще несколько приборов, именно станков каких-нибудь, или механизмов для того, чтобы сделать вот эти вот топливные баки, или сиденья, или еще что-нибудь в этом ролике, то есть это было бы намного интереснее, так сказать, вот этот весь процесс, он был бы намного интереснее, ну на мой взгляд, конечно. Сейчас он такой очень легкий, возможно они просто потом в следующих, так сказать, апгрейдах своих сделают, сделать что-нибудь интересное. Так, нужен двигатель, и вот нужен пигмент, пигмент как раз-таки это проблема немножко, потому что это краска. Изначально краска делается, она как бы очень довольна, таки, так я вроде же сделал один двигатель, вот, то есть нужна краска, то есть ее можно, наверное, просто купить. Давайте вот вернемся сюда, и проблема в чем, что она делается из трех растений, из цветка, который находится в лесу, полтого цвета, потом грибы красного цвета, и такие синие цветы, которые находятся либо на склонах, либо около берега рек, вот как-то так вот, ну большей степени я их встречал. Вот здесь есть торговцы, мы, возможно, краску просто купим. Сейчас посмотрим. Так, у этого нету, не повезло, я надеюсь, что... Так, у этой тоже нету. Так, вот, отлично. У этой девушки есть краска, и давайте мы прям вот все, все 700 штук купим, плюс мы еще сейчас, вот допустим... Давайте мрамор просто сдадим. Вот. Так, сейчас. Вот так, 600, 700, 800. Вот так, 800 мрамора мы сдадим, и тем самым выкупим, ну, немного денег, так сказать. Конечно, мне... Я выполнил здесь небольшой квест, мне дали вот такую вот броню. Но то, что дали, конечно, я с удовольствием одену, но все равно крафтить я не буду. Я буду копить кожу, потому что ее нужно будет очень много для следующего, как бы... Ну, для более крутых бронь, так сказать. Поэтому все-таки я останусь при своих. Так, вудкар. В принципе, все. Все у нас есть для этого. Ну, и создание здесь очень просто. Жмем вот здесь вот на создание, экспорт. Все. Отлично. Enjoy. То есть... То видите, как-то очень легко вот происходит крафт автомобилей или вообще транспорта. То есть, могли бы какие-нибудь, не знаю, завод можно... Надо было бы для этого построить какой-нибудь производственный, чтобы построить машину. Было бы намного круче и интереснее. Ну, мне так кажется. Так. И давайте опробуем, потому что машинка смотрится очень так стильненько, и человек реально постарался. Так, классический старый еще вид. Прямо под стерином как раз и колес такие. Вот, одноделка. Вот, вот, нормально. Отлично. Отлично. Отличный прям транспорт. Мне нравится. И такой весик, быстрый такой. Все. Конечно, деревянные колеса, машины дергаются, прыгают к мягкости или нет, но для начала это, по-моему, отлично. Нет, транспорт прям шикарно сделал. Мне нравится. Тут прям такие, вот, классики. Все так очень классно сделано. Я реально постарался. Успех, уважаю. Я не знаю, кто это. Кстати, если у вас есть свои ИС, так сказать, разработки, то скидывайте ссылки. Я их скачаю, обязательно их построю. Если они интересные, конечно. Так, ну давайте теперь, теперь уж точно по квестам надо дальше идти, потому что иначе никак. Так, у меня 54 патрона осталось, но в принципе, в принципе, этого хватит. Так вот, сдадим здесь квест, кстати. Так, эй, можно еще один квест взять сразу. И, о, сталь нужно, кстати, вот здесь вот сталь нужно. Давайте скрафтим сталь. Я вот вижу прям квест, здесь сталь нужно. 31 из 50 до этого в серии, которая была до этой, как бы, где сталь находить, я вам все показал. И у меня проблема, у меня проблема в том, что у меня нету дерева. У меня не хватает дерева. Ужас какой. Ладно, сейчас нарубим попозже. Так, еще один квест я сдал. Есть еще второстепенных квестов очень много, но здесь вот, допустим, убить того большого монстра, которого я вам показывал и говорил в предыдущей серии. Он такой здоровый, там, с ножом, такой, с панцир. Как раз-таки его панцирь нужно здесь сдать. Потом вот убить дополнительно еще монстра, но мне вот просто нужно найти и убить его. Ну, в принципе, здесь не сложно. И вот убить вот этого тоже монстра, три штуки, тоже это не сложно, просто их нужно найти. Мы этим, наверное, займем сейчас. И все, в принципе. Так, и вот опять нет квест, еще она дает какой-то прям квест, квест на квесте. И ее, да, ее вот куда-то нужно привезти. И вот сейчас вот проблема в том будет, что если я сяду в свой автомобиль, смотрите, сажу в свой автомобиль, у меня двое, как бы, садятся, а третий не садится. Поэтому, тем самым, как бы, я просто, давайте, одну мою, как бы, помощницу. Нет, вот это вот. Вот это вот. Вот это я от нее освобожусь, как бы. То есть у меня будет два напарника сейчас. Их место для всех будет. Отлично. Теперь, оп, оп. Так. И... Так, давайте сначала попробуем понять, что нужно нам. для этого. Так, по-моему. Ее просто нужно вот сюда вот привезти. Давайте-ка мы везем, конечно. Может, как раз-таки на дороге мы и найдем наших, так сказать... Вау! Вау, вау! Прыгает машина, конечно, так прям. Нет, классный транспорт. Вот. Кстати, этих, по-моему... Да, этих я уже убил. Одного монстра. У меня они есть. Так, что поехали дальше. Жалко, конечно, хотя бы маленького пулеметика нету на этом транспорте. Ну, ничего. Для начала, так сказать, очень даже... Вполне сойдет. Вот-вот-вот-вот. Вот этого вражину мне нужно убить. Сейчас мы еще... Супер врагов, которые мне... Который мне не понравился почему-то мой транспорт. Убьем. И вот этого грохнем. А что это? Такое чувство, как будто жизнь-то не заходит, понимаете? Продойдем поближе. Есть. Все. Очень легко, в принципе, потому что уже у меня стрел... Ну, как бы, есть стрелковое оружие. Ну, и плюс мой, как бы, я боюсь, не заходу. И все-таки металлический меч. Так, я по-честному... А, вот здесь вот. Все. Окей, окей. Похоже, просто ее нужно было свозить, что ли, вот сюда. И теперь обратно ее надо отвезти. Тоже не сложно. Давайте я объеду как раз вот эту гору. Потом автомобиле можно будет, конечно же, и более мягкие колеса, более мощные колеса ставить, более мощные двигатели, больше много оружия и тому подобное. Это, конечно, все можно будет делать. Самое главное, что плавность входа, она, конечно, появится. И более такие машины будут более, как бы, правильно сказать, более проходимы, потому что, ну, вот, с трудом, как видите, заезжает, но все равно и едет. Просто если не на скорости, то можно проезжать спокойно. Ну, как видите, она идет. И, к сожалению, конечно, здесь нет ресорта. То есть у вас не будет машин, кстати. Вот, давайте пойдемте, берем того еще. Мне их три надо, поэтому нет ресорта, к сожалению. И не будет такой плавный тихот. Знаете, когда одно колесо там в яму провалилось, другое там на горочку заехали. Ну, что в этом вроде бы очень бы круто. Но я понимаю, что это, конечно, сложнее несколько раз сделать. Но почему бы к этому не стремиться? Особенно классно было бы, если бы этот всяческий транспорт можно было бы самому настраивать, самому менять. То есть рессоры, колеса, мощность двигательства или как-нибудь улучшательство, что-нибудь в этом роде. Это было бы очень классно. Потому что вот, как бы, транспорт и вот поездка здесь, самолеты, воздушный транспорт, водный транспорт. Это неотъемлемая часть этой игры. И при том, что она очень... В данный момент она пока, так сказать, наверное, самая главная. Потому что социальной части здесь, как таковой, нету. Строительной части она... Ну, исключительно как, ну, просто можно квадрат поставить и построить, поставить и ничего не изменится, да, как бы. Но можно, конечно, можно же, допустим, дополнительные какие-то устройства сделать. Дополнительные какие-нибудь... Какие-либо заводы можно строить или что-нибудь в этом роде. Это, конечно же, можно. И хотелось бы, чтобы, точнее, все было. И был бы очень круче. В тысячу раз круче, по-моему. На мой взгляд. Так. По-моему, меня сейчас убьют, если я вот так вот... А, отлично. Шикардосно просто. У меня кончились патроны. Так. Сейчас прямо на ходу попытаюсь я восполнить свои патроны. Так. Так. Я куда-то бегу, потому что у меня очень мало жизни. Давай, подключим тыщу мальца. Так. Так, есть. Есть. Я не знаю, в кого я стреляю. Я... По-моему... Я всех убил. И я понял одну вещь, что мне нужно вот сюда. Вот. Топи, топи, топи. Конечно, я труп не смогу поднять. Ну, ладно. Ничего страшного в этом нет. И я стану спортом. Останусь все равно при своих практически не видно у меня. Потому что у меня кончились бинты. Бинты, кстати, тоже, конечно же, будут. Лучше прахтись и не забывать об этом. И вообще иметь их в большом количестве. Кстати, у меня как раз-таки бинтов-то и нет. По-моему, есть такие вот аптечки сразу. Они еще и больше жизни добавляют, чем бинты. Поэтому это еще круче, по-моему, будет. Давайте мы их сейчас разделим. Ну, вот давайте, что-то 10. Что-то 10. И... Отдадим нашему... Нашему боевому монстру. Ха. Отлично. По-моему, отлично сейчас. Ну, все. Привезли мы... Нашего... Ну, понятно, что здесь квесты... Поначалу они такие исследовательские. То есть, привези меня туда. Увези меня оттуда. Вот там, давай исследуем то. Давай исследуем все. То есть, ну, именно такие вот. Давайте основной квест возьмем. Да, давай. Сразу. Сразу. Опа-па. Они куда-то все побежали. То есть... То есть... Go to forest. Мне говорят, иди в лес. Давайте сходим-то, съездим туда. Поеду все-таки. Ну, ладно, с одной. С одной. Девчонкой, потому что, ну, за второй придется ехать в самый начальный. Можно, конечно, телепортироваться, но я пока поэкономлю. Вот эти уроны 250. Это такой незначительный урон поначалу. Так что можете, в принципе, не беречь автомобиль. Ну, конечно, с большой высоты совсем прыгать. Там, со скалой, да? То есть... Можете, так сказать, поранить свой автомобиль серьезно. И его придется потом чинить. Хотя, вроде бы, починить можно в компании бесплатно. То есть, вот, все устройства, которые стоят на базах таких небольших, то в них, вроде бы, можно... Уф, прошу прощения. В них, вроде бы, можно чинить автомобиль. Но я точно не уверен. Оружие, инструменты чинить там точно. Можно? А вот, наверное, по поводу автомобиля, я ничего, к сожалению, не могу сказать. Поэтому... Оставим это пока вопрос так. На потом. Может быть, потом я и смогу ответить. Давай-давай-давай-давай. Мосты, конечно же, можно будет самому построить, но очень отлично, что здесь есть естественные мосты. Это просто шикарно. Потому что самому строить переезды как-то не круто, по-моему. И здесь начинается очень интересный такой момент, вот, момент леса. И, видишь, я когда первый раз увидел лес здесь, просто, ну, вообще в шоке от того, что их ребята сделали. По-моему, поистине, прям шикарнейший лес. Конечно, я убью, я даже в этом не сомневаюсь, но я поеду по квесту, потому что все-таки передвижение тут занимает больше времени. На все остальное, чем надо приходить. Будет очень много ездить, чем драться, крахтить, там, подобное. Но это не плохо, на самом деле. Мне лично очень нравится здесь, а может, передвижение, что ли. Ну, классно было бы, представляете, если бы именно вы 40, то есть там аккуратненько. А если бы еще автомобили застревали, или что-нибудь в этом роде, то есть надо бы там лебедку там делать или еще что-то. Это еще было бы круче, кстати, здесь у нас есть фонарь, можно бы включить, и освещение будет покручено. Ну, вот здесь вот, как видите, да, текстуры надо прогрузить, то есть можно попереть в невидимые текстуры. Ну, это, как сказать, я на это смотрю очень просто, и да, в разработке все-таки она еще разобралась. Разрабатывается, так. Привет, ребята. Эгей. Так, надо вылезать. В общем, убираем свой автомобиль. К счастью, его можно убрать. С одной стороны, а с другой стороны, как это? Монстры. Так, а! Чуть не пойму. А, вот так, все. Так, шоп, поговорим. Во-первых, ничего не так жили. Кужа, смотрите, продается. Крутотецка. Вот этих вот охранники, которые остаются с НПСами, они их, к сожалению, их могут убить. То есть, их могут убить монстры или еще что-нибудь в этом роде. Если вы не ресните их, то это будет очень печально. Ну, в данный момент, help me, чего-то, чего. А! А, вон, вон он. Он уже, собственно говоря, и убил. Ой. Ой-ой-ой. Это, по-моему, это был Индепланетян. В принципе, конечно, вы с такими будете встречаться, и их довольно-таки легко убить. Но вот этого сложно очень убить. Я даже не буду пытаться, потому что он, похоже, как бы усилен специально под, ну, так сказать, под это задание, что ли. Так. Так, и теперь мне нужно вот в эту деревню приехать. Давайте. Давайте. Можно, конечно, добежать, но я призову свой... Так. Призову свой автомобиль. И вот классную вещь мне дали. Очень шикарная вещь, по-моему. Давайте ее попробуем скрафтить. Это осветительный пистолет. То есть, как бы это правильно сказать, там... Он занимается тем... Так, во-первых, где он у нас? Сейчас, секундочку. Вот он. Он занимается тем, что освещает местность. Как бы ракет... Ну... Своей ракетой освещает сейчас. Так, не хватает... Не хватает у нас дерева. Так. А. Ну, здесь деревья большие. С них должно дерево очень много приходить. В принципе, можно заняться, так сказать. Там, 10, 15, даже 20 минут потратить на это. И вы получите очень много деревьев. Как видите, добывается очень медленно. Но, к сожалению, потому что у меня не самый крутой топор. Самый крутой топор, как ни странно, это золотой. И здесь золото, похоже... О, прошу прощения. Золото здесь, похоже, несет совершенно другую функцию, чем... Как у нас, к примеру. Так. Все у нас есть. Давайте сразу максимум. На всякий случай, чтобы... Не... Так. Скрафтили вот этот пистолет. И... Если вы залезли в пещеру, и вам нужно осветить большую территорию, то есть вы можете... Так, значит, он только работает ночью. Вы просто выстреливаете вверх, или вниз, или там, вбок, куда угодно. Если вы выстреливаете вверх, то взлетает такая именно ракета, и освещает очень большую территорию. Чем, как бы, очень... Помогает вам в том, чтобы вот не ставить факелы, или фонарики, или еще что-то, какие-то устройства. Послушайте себе. Можно просто выстрелить. Но, к сожалению, не на дом. Буквально там секунд 30 она горит, и будет еще раз выстреливать. Но, так сказать, для начала понять, в примеру, где что... В принципе, этого в общем помогает. Потому что здесь есть, конечно же, пещерки и огромные шины, в которых приходится, так сказать, освещать все. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Чем больше лайков, конечно, тем быстрее будет серия, и тем приятнее будет делать эти серии, потому что вам не нравится то, что я делаю. Так что смотрите, оставляйте советы, варианты какие-то. Если у вас есть свои какие-то, какой-то интересный транспорт, или автомобиль, ну, как видите, я поначалу могу не шибко с крутой автомобилей делать, но все же, то скидывайте, в принципе, я их скрафчу, и покажу, и похвастаюсь, так сказать, вашей постройкой, или вашей созданной, не знаю, там, может быть, автоматом, мечом, или транспортом. То есть, ну, конечно, скидывайте то, что я могу в данный момент сделать, потому что пока что я не все могу сделать. Так что оставайтесь на моем канале, если вы впервые подписываетесь, если вы уже здесь, то ставьте лайки и уже видите пальцы. Всем всего хорошего, с вами был Минкор, пока!